Что нам стоит дом построить? Особенно в 2015 году, который уже назвали кризисным. Об этом шла речь на совещании представителей строительного бизнеса с руководителями региона. 2014 для строителей республики, судя по всему, выдался удачно. Почти все показатели по сравнению с 2013 годом в плюсе. В прошлом году мы по виду деятельности строительства выполнили работы на сумму 36,15 млрд рублей. Это практически на 1,860 млрд рублей больше, чем в 2013 году. В целом объем отгруженных товаров, собственных производств, выполненных работ и услуг предприятий по производству прочих неметаллических минеральных продуктов составил в объеме 8,5 млрд рублей. Это практически 112% выше к уровню 2013 года. Кроме того, на проектную мощность вышел завод по производству облицовочного кирпича «Кетра». Новые линии появились на заводе железобетонных конструкций «ЖБК-9». Запустили в эксплуатацию завод по производству фасадного кирпича и облицовочной плитки «Экоклинкер». Объемы жилищного строительства тоже выросли. Однако настал непростой 2015-й. Надо думать, как работать дальше, когда вокруг все дорожает. Так, в 2014 году ипотечные кредиты получили около 12 тысяч жителей. Тогда средняя ставка составляла 13,5% годовых. Сейчас от 14,5% до 30%. Определенные, конечно, опасения сегодня у руководителей строительной организации есть именно в том, что они готовы построить жилье, но рынок, спрос на покупку жилья, он может, соответственно, снизиться. Мы продолжаем кредитование. Видим очень большое снижение количества заявок от населения на получение кредитов, прежде всего ипотечных. Связываем это прежде всего с тем, что на текущий момент тот спрос, который был перед Новым годом, сейчас немножко упал. Видим то, что ситуация в строительном рынке будет, наверное, тяжелая. По данным специалистов, строительные материалы тоже выросли в цене. Металл на 18%, пенопласт 20%, битум на 17%, цемент 7% и так далее. Впрочем, несмотря на такой расклад, представители строительных организаций настроены вполне оптимистично. В конце концов, японский иероглиф, означающий «кризис», состоит из двух – проблемы и возможности, отметил один из руководителей строительных компаний. К тому же свет в конце туннеля появился после московского семинара руководителей регионов. В феврале месяца текущего года, к первому марта, по ипотеке решения правительством Российской Федерации будут приняты. Для этого федеральный министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит соответствующие нормативно-правые документы. Это по удешевлению этих коммерческих кредитов, по крайней мере для заемщика. Это то, что касается кризиса. Проблем, отметили присутствующие, хватает и без него от земельных вопросов до инженерной инфраструктуры. Их предложили решать на еженедельных планерках.